В окрестностях печально известной АЭС Фукусима-1 биологи обнаружили более 20 видов животных, среди которых кабаны, макаки и инотовидные собаки. Полученные данные позволяют выявить, как популяции диких животных реагируют на ядерные катастрофы. С момента аварии на японской АЭС прошло почти 9 лет, из-за радиационного загрязнения территории было эвакуировано более 150 тысяч человек. Биологи установили множество камер в радиоактивной зоне Фукусимы. Оказалось, животный мир процветает в безлюдных районах. На фото японский Серау, эколог Джеймс Бисли из Университета Джорджии и его коллеги установили 106 камер в окрестностях АЭС Фукусима-1. За 4 месяца исследователи получили 267 тысяч снимков, более чем 20 видов животных, среди которых были лисы, японские зайцы и фазаны. «Наши результаты представляют собой первое доказательство того, что многочисленные виды диких животных в настоящее время распространены по всей зоне отчуждения Фукусимы, несмотря на радиационное загрязнение», — сказал профессор Бисли. Биологи обнаружили более 20 видов животных, среди которых дикие кабаны, макаки и енотовидные собаки. На снимке ученые обнаружили, что те виды животных, которые не уживаются с людьми, дикие кабаны, еноты и японские макаки, были в основном замечены в зонах эвакуации людей. «Это говорит о том, что после эвакуации людей численность этих видов значительно возросла», — добавил профессор Бисли. «Дикие кабаны попали в объективы камер около 26 тысяч раз в безлюдных районах, тогда как в населенных областях их сфотографировали всего 7 тысяч раз. Популяция диких кабанов значительно увеличилась, наши результаты показывают, что на численность видов влияет не столько радиация, сколько человеческое присутствие, высота над уровнем моря и тип среды обитания». Авария на АЭС «Фукусима-1» произошла 11 марта 2011 года в результате сильнейшего в истории Японии землетрясения и последовавшего за ним цунами. Биологам не удалось оценить состояние здоровья животных на фото барсук, это исследование вносит важный вклад, потому что изучает радиологическое воздействие на популяции дикой природы, тогда как большинство предыдущих исследований фокусировалось на воздействии радиации на отдельных животных, пояснил Томас Хинтон, профессор университета Фукусимы. Поведение животных в зоне отчуждения нисколько не отличается от привычного. Поведение видов в зоне отчуждения нисколько не отличается от привычного. Так, еноты активны ночью, фазаны – в дневное время, а дикие кабаны более подвижны в необитаемых районах. Исключение составляет лишь японский серау. Эти пронокопытные стали жить ближе к людям из-за растущей популяции кабанов. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.